Добрый вечер. Добрый. Эта игра ничего не решала, тем не менее вы пришли, пришли в полном составе. Как настроение было перед игрой? Какая настройка была? Позитивно было. Всегда хотим играть, побеждать, бороться. Это же спорт, борьба. Ну, собственно, ради этого мы приходим сюда. Не было установки победить? Всегда установка победить. Даже если игра ничего не решает, всегда хочется победить. И что получилось, что не получилось в этом матче? Ну, немножко. Я вообще доволен сегодня игрой команды. Сыграли действительно как команда. Противник он очень достойный, я считаю. Серьезные ребята. Они намного выше нас в турнирной таблице. Мы боролись до конца. И вот в прошлых играх нам не получалось четвертой четверти собраться. В этой игре была неплохо. Борьба до конца шла. Что можешь сказать по итогам сезона? Про свою команду, вообще, в принципе, про дивизион? Ну, мы заняли не очень высокое место, но я считаю, уровень дивизиона увеличился раза в три. Вот. Сильная команда. И не могу сказать, что мы, ну, как-то очень провально его провели. Вот. В принципе, ну, у нас были хорошие четверти. Наверное, мы чемпионы по четверти. По первой четверти. Но, вот, четвертая, третья. Вот. Нас не хватает пизухи. Надо добавлять вторую тренировку. Ваша команда прогрессировала с ходом игр? По ходу сезона? Ну, конечно. Прогресс идет, но он может быть очень медленный такой. И слегка хотелось бы, чтобы он был больше. Ну, не хватает второй тренировки немножко. Ну, все заняты уже, взрослые ребята. Не всегда получается прийти на тренировку, поиграть. Хоть она одна в неделю. Мы увидим вас в следующем сезоне. Я надеюсь, что да. Спасибо большое. Спасибо вам. Добрый вечер. Поздравляю с победой. Расскажи, в чем причина вот этой вот игры спустя рукава? Не было мотивации? Да, я вижу только такое причину. То есть мы с этим сталкивались в четвертом дивизионе, когда выходили против команд, заведомо зная, что мы победим. Вот. И в итоге приходилось, ну, приходилось тратить намного больше нервов, чем это надо, и намного больше сил, чем это надо. Вместо того, чтобы просто сыграть сразу полуигры и дальше уже доигрывать всем остальным. Так и получилось и в этот раз. Да, вот. Я считаю, ну, это плохо, потому что, чтобы играть с более серьезными соперниками, такие игры надо выигрывать все-таки намного проще и меньше. Ну, вот с такой фигней. Какое настроение перед флей-офф? Да, я не знаю, сейчас. Ожидания какие? Ожидания. Ну, хотелось бы с Wargaming сыграть, конечно, очень. То есть, ну, в смысле, мы с ними и так сыграем, но хотелось бы, может, реванш, может быть. Ну, не знаю, вот, как бы из всех команд, кто от флей-офф, да, мы знали, что мы четвертое-пятое не займем, в Эгу, естественно, не хотели. Вот. А Wargaming. Ну, с этой командой приятно играть, то есть, как бы, знакомые ребята, с которыми раньше играли в командах. Поэтому, самый, наверное, такой хороший соперник, оптимальный. Слушай, готовы против них играть? Эмоционально, технично? Ну, эта игра, по-моему, дает ответ на этот вопрос. Я не знаю, если соберемся, если действительно будет какой-то, не знаю, кураж, то есть, не знаю, вот что-то такое, да. Думаю, да, пока вот по такой игре нет. Спасибо большое. Добрый вечер, поздравляю с победой. Расскажи, игру контролировали по всему ходу матча, потому что казалось, что где-то вот вы теряли. Ну, скорее, да, чем нет. Как бы, как каждая команда, она, как бы, против нас, ну, я думаю, что настраивается очень серьезно, да, хочет попадаться, хочет... Все хотят нас выиграть, и это правильно. Все хотят друг друга выиграть, вот. И поэтому, как-то получается, что первая четверть, независимо от того, кто наш соперник, сильный или легкий, то есть, она получается такое. Первая, вторая четверть получается очень, ну, равной такой. Вот. Ну, скорее, да, скорее мы контролировали, поскольку у нас, ну, были козыри, были... Ну, мы могли усилить давление, могли включить прессинг, могли поставить зону, как мы сделали в третьей четверти. И вырваться вперед. Ну, поэтому, в ответ, скорее, да, чем нет. Что не получалось сегодня в игре? Наверное, немного не получалось играть лично, взаимодействовать при двойках, при разменах. Ну, собственно, и все, собственно, и получалось. Хорошо, хорошо шли броски дальние, много мы забили, трехочковых с хорошим процентом. В принципе, все очки забивали, средних много забивали, все, кроме меня, хорошие. Вот, вся команда набрала достаточно очков, каждый забил, там, два или более очков. Вот, то есть, хорошо отыграли, я думаю. Это последний тур, с какой командой было бы сложнее всего играть? Была? Да. Я не знаю. Какая запомнилась? Ну, запомнилась, наверное, стрела. Сложность в том, что мы проигрывали, да, вот, ну, собственно, и все, в принципе. То есть, у нас такой набор игроков, как бы такой тренер, что мы можем, как бы, с любой командой пободаться. Я не говорю, что мы там прям всех можем выигрывать, да, но с тем набором комбинаций, но с тем набором игроков, которые у нас есть. То есть, мы можем абсолютно любой команде дать, ну, нормальный отпор и показать нормальный уровень баскетбола. Уже строили планы на плей-офф? Да, строили планы на плей-офф. Хотим выиграть. Уже примерно прикинули, там, на кого мы выходим в первом туре, во втором. Очень интересно нам будет встретиться с Интерсталью в первом туре. Вот, я надеюсь, мы отыграемся у них. Ну, и, как бы, покажем наш нормальный уровень игры. Спасибо большое. Добрый вечер. Добрый. Расскажи, как проходила игра. Ну, сегодня мы немногочисленным составом собрались, там, ну, в ряде причин, да. Но, в принципе, как бы, хочу сказать, что даже несмотря на то, что у нас было мало, первую половину, я считаю, что мы отыграли достаточно достойно. А, как бы, вторая половина не получилась, потому что банальные, ну, ввиду того, что игроки у нас достаточно возрастные, просто не хватило физической подготовки. Вот. Ну, а в целом, надо отдать должное сопернику, ну, достойная команда, с хорошим подбором игроков. Неудействительно, что они в плей-офф, я думаю, что они будут бороться, ну, за достаточно высокие места. Если бы вы были Стрельцов или Ющенко, возможно, что-то было бы иначе? Ну, это все, как бы, сослагательно, скажем так. Но то, что ребята бы усилили игру, это однозначно. Как бы, как это повлияло бы на ход игры, это, ну, остается загадкой. Но в целом, конечно, я думаю, что игру усилились. Хотя тут, как бы, ну, другая сторона медали, скажем, то, что ребята, как бы, принимают на себя большую, ну, долю игрового времени, то есть больше владеют мячом, ну, тут, как бы, все могло бы, скажем быть. Вы остаетесь в дивизионе по итогам игры, ты рад этому? Да, конечно, в третьем дивизионе достаточно уровень команд посильнее и интереснее играть, скажем, и было бы здорово остаться. Ну, как бы, останется ли команда, это вопрос. Но если мы соберемся, то я думаю, что в следующем году мы постараемся показать результат получше, потому что потенциал у команды есть и, как бы, достаточно неплохой подбор игроков. Нужно добавить немножко дисциплины. Я думаю, у нас, ну, пошуметь мы сможем в третьем дивизионе. Спасибо большое. Спасибо вам. Расскажи, пожалуйста, как прошел матч? Продуктивно. Есть над чем подумать перед плей-офф. А на что рассчитывали в матче? Ну, так как у нас в таблице прогресс, победа особо ничего не решала, решили просто поиграть в удовольствие. А то получилось так, что очко в очко. Wargaming с Гайдуком и Wargaming без Гайдука – это две разные команды? Ну, честно, так как мы с ними играли без основного их лидера, ну, вроде нормально, а с их лидером мы не играли, так поэтому ничего не могу сказать. Естественно, он хороший в уровне игрок, было бы тяжелее его держать. Ну, так тоже неплохо, молодцы. А плей-оффа какие ожидания? Только по максимуму, только победа. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Доброе утро, поздравляю с победой. Ожидали такой напряженной игры? Доброе утро, спасибо. Напряженной игры, да, ожидали, потому что команда достаточно крепкая, Interstall. Поэтому мы готовились к тому, что будет серьезная борьба. Тяжело было без лидера играть? Ну, конечно, это совсем другая игра. Ну, как бы мы планировали более комбинационно поиграть, более поиграть, ну, то есть пасик, движение мяча. Ну, с большего сегодня это и получилось. То есть каждый, кроме меня, по-моему, набрал очки сегодня, кто выходил. Мы двигали мяч, мы играли комбинации. Конечно, было много, ну, достаточно много брака, но в целом то, что хотели. Что не получалось по ходу игры? Не получалось, не получалось. Не знаю, в плане, наверное, организации атак немножко вот бывало не хватало. То есть то иногда медленно, то не совсем то, что нужно, но иногда вот было не то, что надо. В играх плей-оффа увидим Гайдука? Конечно, да. Спасибо большое, удачи. Спасибо. Добрый день. Поздравляю с победой. Чего ожидал от игры? Ну, ожидал, что мы выиграем, потому что надо проходить плей-офф, поэтому выиграли. Котировали Фрэнс как сильного соперника, который может дать бой? Ну, с нашей игрой, блин, это было ожидаемо. Ну, в принципе, они дали бой, наверное, нам. Поэтому мы собрались, победили. Вы уже смотрели на кого попадаете в флэ-офф примерно? На БГУ. И что? И какие планы? Ну, как какие? Будем сражаться. В принципе, вторую половину прошлой игры мы сыграли более-менее с ними на равной, поэтому будем давать бой. Что вам поможет их победить? Ну, насчет победы еще рано спрашивают, не знаю. Надежда нам и удача поможет. Спасибо, большое удача. Добрый день. Расскажи, пожалуйста, как матч прошел. Ну, матч прошел с небольшим преимуществом фаворита, которая, в общем-то, отродилась на итоговом счете. Ну, довольно эмоционально, напряженно. В общем, ну, как должны играть игры. Что можешь сказать об игре своей команды? Ну, все старались, все делали, что могли. В силу разных причин многие не смогли показать свой максимум. Кто-то не тренировался, кто-то с травмой, кто-то там с больным животом, не знаю. Ну, в общем, как обычно у всех какие-то есть болячки, и это не позволяет, конечно, показывать максимум. Ваша команда на протяжении сезона, наверное, показывала самый яркий прогресс. Ты доволен своей командой, которая у тебя есть сейчас? Да, конечно, ребята молодцы. Я очень благодарен всем, кто в этом сезоне за нас сыграл, кто ходил на тренировки, на игры. У нас есть ребята, которые с нами тренируются, не играют, но ходят на игры. Вот. Конечно, не все задуманное получилось. То есть этот сезон, я уже рассказывал об этом, мы входили вообще без какого-то полноценного состава. По ходу сезона к нам добавилось несколько довольно сильных игроков. К сожалению, не удалось наладить процесс тренировок идеально. Постоянно кто-то пропускает, в том числе я. И в итоге получается, что мы не вышли на тот уровень, на который могли выйти, не раскрыли полностью потенциал состава. Возможно, раскроем в следующем сезоне. Загадывать пока сложно. Уже есть планы на следующий сезон? Пока нет. Пока надо проанализировать этот сезон, понять, с кем мы хотим продолжать, с кем не хотим. Будет ли вообще Фрэнс в четвертом дивизионе, в который мы вылетаем после этого поражения. Нужно решить, как мы вообще относимся к организации этого сезона. Ну, в общем, очень много вопросов пока что. Спасибо большое. Добрый день. Здравствуйте. Чего ждали от игры? Ну, пытались играть в свое удовольствие, потому что ребята нас реально сильнее. Но поборолись, как могли. Как пытались играть? Какая установка тренера была? Ну, установка тренера была совсем другая. Ее не выполняли практически, но... В чем причина? Ну, даже не знаю. Наверное, не слышим тренера последние пары игр. Как можешь оценить игру команды в сезоне? В принципе, от нашего возрастного состава. Ну, могли немножко лучше сыграть. Ну, ожидаемо, нормально. Средний уровень, то, что мы хотели. Планы на следующий сезон уже есть? Ну, в принципе, собираемся участвовать. Как там пойдет, все знают, может что-то изменится. Пока неизвестно. Спасибо большое. Добрый день, поздравляю с победой. Ты доволен игрой? Своей, более-менее, да. А игрой в команду? Ну, не во всех местах, все, мы могли бы лучше сыграть. В чем проблема? Проблема в том, что мы играем не всю игру, а только некоторыми отрезками. Мы много расслабляемся. В чем причина? Ну, потому что молодые, как бы понятно, и так, что мы выиграем. Ну, как бы, поэтому иногда расслабляемся немножко. Назови четыре лучшие команды в дивизионе. Ну, как бы, первые три понятно. Мы, БГУ, Автомодерн и Wargaming. А четвертое, не знаю, я, наверное, Fireball назвал. Как ты думаешь, как Fireball сейчас играет? А с кем? Стрелой? Выиграет, наверное. Но если стрела, то они не постараются и не выдадут хорошую игру. Спасибо большое. Добрый вечер. Ты доволен игрой? Ну, нет, конечно же, недоволен. Что? Почему так мало забили? Не то, что проиграли, почему так мало забили? Сложно сказать. Не получилась игра абсолютно во всех. В компонентах, в атаке у нас какой-то провал. Ничего не забиваем. Ну, бывает такое. Какой игры ждали от Fireball? Ну, примерно такого и ждали. Правда, не, вру. Ожидали больше трехочковых. А оказалось, что они нам забили, наверное, один или два. Трехочковых, все остальное с-под кольца. Ну, вот. Вы в любом случае попадаете в плей-офф на ту же команду. Как рассчитываете в плей-оффе играть? Думаете, что это какой-то звоночек, что нужно что-то поменять? Нет, конечно же, это неприятно проигрывать перед плей-оффом. Но, по сути, мы знали, что мы с ними в любом случае будем встречаться. К этой игре отнеслись достаточно спокойно. Повторюсь, неприятно проигрывать. Но ничего страшного. Мы соберем себя в кулак и, я думаю, дадим бой. Спасибо большое. Удачи вам. Здравствуйте. Добрый вечер. Поздравляю с победой. Расскажи, как прошла игра. Ну, в принципе, как ожидалось, так и прошла. Мы все, что хотели, выполнили. Ну, установки на игру. Ну, может быть, не так, как хотелось, но выиграли и хорошо. Какая установка на игру была? Ну, в защите попробовали новую защиту зоной. В нападении, не знаю, в нападении хотя бы как-то отыграть. Отыграли. Вот. Вся установка. Что скажешь об атмосфере в команде? Какая она сейчас? Ну, странная на самом деле. У нас команда из разных городов. Вместе мы не тренируемся. Вот, видимся на играх. Каждый пытается что-то свое кому-то рассказать, объяснить. И в итоге приезжаем, играем. Потом две недели не видим друг друга и опять играем. Тренера получается вас объединить? Наш тренер ушел за три минуты до конца. Новый. Вот. Ну, за четыре, возможно. Так что, как видите, не очень. Что бы ты поменял в игре своей команды? Да ничего особо не менял бы. Ну, чтобы была командная игра, но это нужно тренироваться вместе. У нас такой возможности нет. Вы сами за игру немного забили, несмотря на то, что вы играли. Как думаете, пройдет игра в флей-оффе? Даже не знаю. У нас просто многих людей из первого состава нету, из первоначального. Много поменялось. Ну, как-нибудь да отыграем. Спасибо. Большое удача. Спасибо.